Времени уже 17.10, так что давайте потихоньку начинать. Сергей Николаевич, я тогда передаю вам слово. Давайте. Я свою работу начал с того, что необходимо было как-то исследовать процессы, которые происходят вблизи черной дыры. Поэтому, так сказать, разделы называются черный предел. То есть при приближении к черной дыре происходят какие-то процессы. И все началось с математики. Ну, математика вот в части первой. Я ввел определенные изменения, перешел от света к инкульсу света. И начали получаться формулы. Ну, своеобразные, как мне казалось. Которые необходимо было осмыслить. И тут у меня вводится ограничение, что ни одно тело нельзя разгонять больше массы черной дыры. На самом деле, вот это ограничение, оно появилось математически. То есть оно выскочило, как бы. Вот видите, в этой формуле масса умножить на стандартный коэффициент флоренксовский. И тут вот еще возникла вот такая добавочка. Как-то все это надо было осмыслить, потому что формулы получились из математики. И необходимо было все это дело осмыслить. И дальше пришлось проводить определенные эксперименты, чтобы как-то вот это дело осознать. Ну, вы видите, появились, так сказать, формулы для длины, для времени и для заряда. Заряд оказался тоже относительным. Но если вот эти величины здесь относительно вот скорости, то заряд оказался вот относителем, ну, вот этой вот составляющей новой. Ну, для упрощения понимания, чтобы как-то понять суть процесса, я упростил эти формулы. И вот здесь они показаны массой умножить на лоренксовский коэффициент. И умножить на вот эту новую добавку. Делаем здесь внизу M черной дыры. То есть здесь вот ограничение скорость света, а вот здесь M черной дыры. То есть получилось так, что ни один сигнал нельзя разогнать больше массой черной дыры. То есть это как бы появилось новое ограничение. Тоже ограничение возникло и для времени, и для длины, и самое главное для заряда. То есть заряд оказался относительным. То есть когда мы смотрим, допустим, и нам говорят, что мы разгоним какую-то частицу домашьей черной дыры, вот, например, коллайдер, это коллайдер. Это неправильно. Они не смогут разогнать эту частичку домашьей черной дыры. Почему? Потому что заряд относительный. За что вы будете как бы его тащить? То есть когда вы тащите заряд, вы тащите его как бы за волос. А здесь получается, что заряд относительный. При приближении к черной дыре он лисеет. И вы его не сможете как бы ухватить. Здесь появились другие коэффициенты для длины, для времени и для массы. Все это надо было как-то осознать. Потом появились другие для заряда ограничения. Вот видите, обычно стандартные силы между зарядами равняется произведению на квадрат расстояние. А здесь выскочил еще синус. То есть пропорционально, то есть получается, при близких расстояниях синус становится равным единице, и мы получаем классическую формулу. Но на больших расстояниях это неправильно. То есть и чем ближе мы меряем, вот измеряем заряд, тем ближе мы, тем ближе синус к единице, и тем мы переходим к классическим формулам. Дальше логнито для гравитации тоже получились. Вот формулы. Оказалось, что единица на квадрат расстояние. И там уходит до бесконечности. Это тоже неправда. Ну вот когда говорят, что там какую-то сингулярность уходит, ничего подобного. И все вот эти вот формулы можно было понять, только перейдя на эфирную основу. То есть эфирная теория, она была под запретом. Слово эфир нельзя было поменять раньше. То есть у меня даже когда-то были проблемы. Проблемы были Артикурска очень хорошо в своей работе описывает, что гоняли его за это дело. Немножко тоже и меня погоняли. Давайте перейдем дальше, чтобы я смог объяснить физический смысл тех теорий, которые... Ну вот формула здесь представлена уже более понятна. Те же самые в удовольствием виде. Возьмем следующую. Ну здесь те же формулы, но расписаны более подробно. Чтобы понять эти процессы, о которых я говорю, необходимо произвести некоторые эксперименты. Вот первый эксперимент. Мы берем часики в воздухе и часики опускаем в воду. Вопрос. Где часы будут идти медленнее? Ну естественно в воде. Когда я делал доклад, мне сказали, что это как бы, ну, эксперимент не совсем корректный, потому что надо было изолировать часы. Но здесь вода играет роль эфира. То есть эфир, который изменяет свои плотности. То есть в разных плотностях время идет по-разному. Это основной, так сказать, вот ключевой момент. Я пытался делать еще вот часы звуковые. И тоже, когда мы помещаем в другую среду, делаем более плотность, звуковые часы тоже меняли свой ход. То есть получалась такая закономерность. Время зависит от плотности. Но за исключением только световых часов. Световые часы, ну, здесь модель-то заключалась в чем? Световые часы, светом идет в эфире. А модель эфира здесь выполняла среда. Поведем к следующему эксперименту. То есть если в этот моменте понятен, что в воде будет медленнее тяну, что можно еще, допустим, так, для понимания вот этих процессов. Ну, вы берете 100 метров, пробежались на воздухе. Потом взяли эти же 100 метров, попробуете пробежать в воде. Вы почувствуете разницу. То есть на земле 100 метров пробежали там за 10 секунд, а в воде те же самые 100 метров вы пробежите медленнее. Почему? А среда другая, плотная, другая. То есть там, как бы, процессы в воде идут медленнее. То есть какой-то аналог для медленнее времени. А вот другой эксперимент, который, так сказать, проводился. Мы берем цилиндрик, опять помещаем здесь в часы. В принципе, это аналог предыдущего, как бы, опыта, но там среда менялась резко. А здесь мы среду будем менять, как бы, постепенно. То есть в этот цилиндрик помещаем часики и начинаем этот цилиндрик сжимать. И в зависимости от степени сжатия мы будем получать разное время. Ну, это понятно, потому что плотность среды внутри будет меняться. В принципе, мы можем сжать до состояния воды. Ну, тут желательно, так сказать, подбирать цилиндр так, чтобы не образовывалась вода, а была определенным образом среда такая близкая к аналогу кефира. Итак, изменяя величину цилиндра, мы изменяем время. Но время изменяется почему? Потому что меняется плотность. Итак, как в предыдущих экспериментах, так и в этих мы видим, что плотность и время напрямую связаны. Вот этот момент плотности и время напрямую связаны. Что такое плотность? Это количество вещества в единице объема. Этот эксперимент очень напоминает эксперимент с замедлением времени в ракете. Чем отличается вот этот момент? Я хочу еще... Ну, когда вы проходите теорию относительности, там говорят, что система инвариантная, одинаковая. Это неправда. С точки зрения эфирной теории, ну, это полный предыдущий. Почему? Сейчас я попытаюсь показать здесь некоторые картинки, которые... Ну, давайте сначала так, словами попытаюсь объяснить. Вот есть у нас Земля. От Земли оттолкнулась ракета. Ракета в одну сторону, пружинку мы ставим и отталкивается. Ракета полетела со скоростью близкой скорости света, а Земля в обратную скорость полетела со скоростью меньшей скорости света. На эту ракету мы можем поместить цилиндрик вот такой. И представьте, что эта вся вот среда, ну, как мы делаем модель, находится в воде. Тогда вот этот цилиндрик, начав двигаться в воде, будет сжиматься сильнее. И часики в нем будут идти медленнее. А вот этот цилиндрик, который остался на Земле, там будут проходить процессы совсем по-другому. Скорость там будет меньше, давление вот среды у него будет меньше, и время тут будет идти, так сказать, по-другому. То есть то, что система инвариантная, это не соответствует действительности. Но более подробно я покажу дальше. Итак, попробуем сделать третий эксперимент для понимания процесса. Мы берем вот этот наш цилиндрик, в котором находятся наши часы, ну, с таким поршеньком, и начинаем его, помещаем в воду, ну, имитируем модель эфира, и начинаем тащить. Что мы видим? Когда мы начинаем его тащить, нам кажется, что масса увеличивается. На самом деле сила. Но, как мы используем весы, то сила и масса, ну, здесь мы меряем массу, но на самом деле сила. То есть мы видим, что из-за сопротивления среды нам кажется, что масса увеличивается. Ну, если кто ловил рыбу, всегда знает, когда удочку забросил, и там попадается пескарелка, он упирается, ты его тянешь, 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 кажется, что там вот такая большая рыбка, вытаскивает, что там маленькая. Хотя по ощущениям, по измерениям казалось, что должна быть большая. Под действием среды цилиндры поменьшается, вот давление. Плотность цилиндров эти возвращается, и время что? Замедляется. Плюс мы видим, как же изменяется длина цилиндра из-за давления. Я хочу еще сказать, что вот здесь, допустим, если возьмите шарик обыкновенный, и начнете его сжимать. То есть, когда вы его сжимаете вот так, он увеличивается в размере, ну, длина его увеличивается. То есть, так, радиус здесь сжали, а здесь радиус увеличился. Но если тот же шарик, ну, начнете вращать, то этого эффекта не будет. Из-за того, что вам надо каждый раз сгибать вот это положение, шарик не будет вверх увеличиваться, а будет сжиматься, увеличивая плотность внутри себя. Ну, это можно просмотреть, если взять колесо, допустим, вот велосипедное, и тоже начать его вращать, оно будет по кругу. А потом, когда под давлением воздуха оно будет сжиматься, оно не будет увеличиваться. Оно будет вот стараться держать. Потому что надо силу на зиг менять. То есть, это к чему говорится, что тот фокус, что вот мы шарик сжимаем, а он, как бы, плотность внутри его не изменяется, это да. Это подходит для шарика, который стационарный. Но если этот шарик вращается, нет, при сжатии вот таком давлении будет изменяться плотность. Он не будет увеличиваться вот в длину. Ну, давайте следующий рисунок посмотрим для понимания процессов. И третий, очень интересный такой вот эксперимент, который обычно все знают, кто занимается рыбалкой. Когда вы берете вот удочку и забрасываете, и начинаете двигаться со скоростью. Ну, там вот ловят на катерах, а колб там за границей, или тут у нас, кто любит еще ловить. Ну, и будем наблюдать такой эффект. Когда скорость лодки равняется нулю, ну, вот видите, удочка будет вот так, выгнута. То есть, получается, как бы, сила тоже равна нулю. И, ну, мы не чувствуем, как бы, что на удочку осуществляется какое-то воздействие. По мере увеличения наша наживка, она начинает вот так вращаться, вот так двигаться. И удочка начинает сгибаться. И чем больше скорость, тем она больше и больше сгибается. И, казалось бы, чем дальше увеличиваем скорость, тем она больше должна сгибаться. Это правильно. Но, достигая определенной скорости, она вдруг раз и выворачивается. Казалось, ну, ощущение, что у тебя сорвалась вот эта твоя наживка, которая используется для, ну, ловли щуп, допустим. И удочка выпрямляется. Ты думаешь, она сорвалась. Брасываешь скорость, она опять выгибается. Почему этот эффект происходит? Тогда увеличивается скорость, наживка вот так вертится. Вот так и площадь увеличивается. А достигая определенной скорости, так сказать, она вдруг раз и вот так становится ровно. И сопротивление трубы падает, и вот удочка показывает, говорит, что нету, наживка сорвалась. На самом деле, ну, уходит вот это состояние. И вот здесь, если в этих каналах масса, тоже нужно увидеть то же самое. Вот масса растет, 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 потом раз, уменьшается. Еще раз говорю, я буду говорить масса, хотя на самом деле сила. Ну, просто чтобы не путаться, потому что использовался элемент от весы, который демонстрирует вес. Хотя правильно говорить сила. Ну, потом мы этот момент поправим. То есть то же самое можно сказать и для элементарных частичек. Дальше элементарная частичка, она вот круглая. И когда мы начинаем ее разгонять, мы также наблюдаем увеличение массы. Ну, масса – сила. Масса увеличивается, 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 но достигая до определенной момента, она вдруг падает. Падает до нуля. Почему? Потому что элементарная частичка, как я покажу дальше, представлена вращающимся водоворотом. Что такое вращающийся водоворот? Водоворотом. И вот этот вентилятор. И когда она вот так крутится, то точно так же, как нажитка, действительно возникает аналог сопротивления эфира. Но достигая определенной величины, она становится плоской. И в результате вот это вращение, ее начинает создавать вот такую воронку, что приводит к уменьшению массы. Ну, кажущейся массой на самом деле силы. То есть вот такой аналог, как бы, тех формул, которые получены. Я хочу сказать здесь такую вещь. Когда мы приходили к пониманию, что такое свет, мы брали эксперимент на воде, щиевой, ставили пищи, создавали волну, в результате получалась интерференция. Здесь я как бы делаю обратный эксперимент. Я делаю эксперимент тоже на воде. Но я не могу сжимать, допустим, вот за черной долей какие-то объекты. Ну, я могу поставить эксперименты на воде и сказать, что на воде получается так, то, возможно, и на реальных системах получается тоже так же. То есть как бы в обратную сторону. Мы сделали со светом как? Ставили щель, видели интерференцию, потом на воде сделали аналогичный эксперимент и говорили, что ну, если здесь волна, значит и свет тоже волна. Здесь вот я пытаюсь сделать аналогичный эксперимент. Тут возникла еще длина. Длина тоже, чтобы было понятно. Когда мы меряем пространство вокруг себя, вот у меня есть шарик, правильно? И я беру этим шариком, меряю его как расстояние, вот здесь, вот здесь, и замеряю время. Замеряю время. Но когда вместо шарика у меня вдруг получается вот такая длинная палочка, то я время меряю уже не здесь, а палочка меряю как бы вот в другой точке. А время, и в результате, ну вот, когда мы смотрим в зеркало, нам кажется, что мы как бы видим мгновенное событие. На самом деле это не так. Мы видим себя в прошлом. Потому что свет у меня противостояние от вас к зеркалу и потом назад. То есть звезды, которые мы видим, мы видим свет, от них 4,5 миллиарда лет. Такие аналогичные моменты можно, допустим, в пустыне видеть себя. Но вот теория относительности говорит, там, вот ты встретил бабушку или дедушку и потом его убил. Ну и что будет? Здесь это считается глупостью. Здесь вы можете видеть свет себя. То есть вы можете увидеть себя в прошлом и выстрелить по своему изображению. Ну, практически, собственно говоря, если вы в пустыне, вы видите свой мираж и вы в него стрелите. Ну и что? Вы будете стрелять не по... То есть там происходит подмена понятий действия и свет. Вы делаете эксперимент со светом, а результаты переносите на действия. То есть можно ли попасть в прошлое? Конечно, можно. Но вы увидите там не себя, а свет от себя. Вот это кардинальное отличие между эфирной теорией и теорией относительностью. Потому что мы имеем дело с разными экспериментами. Дальше я постараюсь это показать. Второе. То есть, видите, время начинается... Когда вот происходят эти процессы, длина увеличивается, и мы как бы щупаем объект. То есть длина увеличивается. И мы как бы этой палочке щупаем объект на другой стороне галактики. То есть можно на него оказать воздействие. Но в результате вот увеличения из-за увеличения длины. И так мы видим, время здесь как бы замедляется, а потом время резко падает. Как это можно объяснить? Объяснить это тем, что мы уже щупаем время в другой части среды, в другой части галактики. То есть эфирная теория относительности, она говорит, что время напрямую зависит от плотности. От плотности среды, от плотности эфира. Ну, к примеру, вот почему время у Солнца медленнее, чем на Земле, а плотность другая. А почему плотность другая? А потому что элементарные частички, которые в данной теории представлены под оборотом, они как бы разгоняют его. Ну, представление об элементарной частички, как водовороте, лучше всего иметь представление, ну, вентилятор. Вот вы его вращаете, ну, ставятся эксперименты, вентилятор. И два вентилятора что, если вы друг на друга будете их направлять, ну, будут отталкиваться. Ну, это эксперимент с отталкиванием, вентилятор отталкивается. А если бы мы поставили эксперимент, который всасывает воздух, то есть наоборот, то они бы притягивались. Ну, это так, всасывание трудно сделать, а отталкивание сделать легко. Но, в принципе, модель как бы наоборот делает. Ну, чтобы как-то наглядно все это дело показать, пощупать. Потому что, ну, вот мы видим теорию относительности, там одни формулы, они ушли в математику. И физика после этого перестала быть физикой, а стала, ну, такой абстрактной формулой пишут. А когда спросишь, что за этими формулами, у меня такое ощущение, что люди придумают специальные такие выражения, умные, чтобы, ну, как правило, скрыть свое непонимание. Для этого. Итак, по длине, по времени мы поняли. То есть время мы меряем, начинаем мерить в другом месте. По длине длина увеличилась, и мы меряем время в другой точке, как бы, среды. Ну, что происходит с зарядом? Вот я привожу здесь вот, когда мы разгоняем, вот заряд здесь меняется. Ну, это пластическое представление заряда. А здесь для понимания я привожу вентилятор, который вот так крутится и вот разгоняет, изменяет плотность, и нам кажется, что заряд вот равномерно распределен вот в этих точках. На самом деле, это равномерность статистическая. Сам по себе мы видим вот эфир, ну, элементарную частичку плоской. Ну, представляется плоской. Почему? Ну, вот здесь вот то, что получилось, когда мы приближаемся к массе черной дыры. То есть вот заряд у нас сжимается, вот я покажу предыдущую частичку, видите, он сжимается. И в пределе становится плоским. То есть вот этот ежик, который в разные стороны был, он при приближении к массе черной дыры уменьшается и становится вот таким. Ну, вектор вот идет сюда, и вектор сюда, фактически. А вопрос, что будет дальше? То получается, когда мы разгоняем дальше, происходит вот это заворачивание, вот это вектора Е, вот сюда. В результате суммарная составляющая уменьшается. Ну, они как бы заворачиваются, и если взять интеграл по окружности, видите, вот это Е в минус, вот это Е, они компенсируются, и остается вот эта напряженность. То есть заряд как бы уменьшается. При этом происходит излучение, это Томпсоновское излучение. Вот такое поведение заряда, ну, оно математически получено, очень напоминает вот магнитное поле Земли под действием солнечного ветра. Оно вот так изменяется, изменяется. Ну, я просто взял, чтобы как-то наглядность была, потому что, я еще раз говорю, что я столкнулся с тем, что физика, она стала безобразной, безобразной. То есть формулы, что они пишут, пишут. Ну, когда спросишь, что это такое, они не понимают, что это такое. Они говорят, ну, вот так, а почему так, придумываются определенные умные слова, но, как правило, никто толково объяснить не может. То есть заряд относительный. Почему относительный? А потому что так заворачивается, и вот эти составляющие Е3 и минус Е3 уменьшаются, остается вот это. И взял интеграл общий, ну, кстати, вот это выводилось, получилось, вот, что заряд относительный, относительный массы черной дыры. Там относительный скорости света. Но когда мы приближаемся к скорости света, меняется масса. А заряд относительный массы. Но масса относительной скорости света, в общем, ну, для простоты понимания лучше, вот, если измерять заряд относительно массы. Потому что вот это изменение заряда, оно возникает, и когда мы объект не разгоняем, а сжимаем. Вот когда мы начинаем сжимать объект, он, допустим, имеет определенный заряд. А когда мы его сжали, и до массы черной дыры, то заряд его исчезнет. Ну, как это объяснить? Я, допустим, вот бросаю вам шарик, правильно? И вам вас стукнул. Он вас стукнул, это заряд, который вас стукнул. А теперь, представьте, я бросаю его с земли, а вы находитесь на первом этаже. Я бросил шарик, он вас стукнул сильно. Потом я бросил шарик, а вы перешли на второй этаж. У вас шарик стукнет так же или слабее? Ну, слабее стукнет. А на третий этаж еще слабее, а на четвертом уже не долетит. То есть вы говорите, да я же бросаю шарик, я же вас бью, а вы говорите, да я не чувствую. То есть вот понимание вот этих процессов, чтобы как-то понять, почему заряд как бы исчезает. Но оказывается, что изменение заряда, вот когда масса стоит и меняется. Изменение заряда, когда мы разгоняем заряд, тоже масса меняется. Но природа этих явлений отличает. Ну вот здесь, так сказать, вот я опять показываю вам, вот как происходит изменение плотности внутри элементарной частички. Вот это пропанство как бы статистически. То есть когда вентилятор вот так вращается, вот вы стоите вокруг вентилятора. И я, допустим, делаю метки. Ну, как обычно делаются метки. Берется полосочка, полосочка и крепится. И по отклонении полоски вы можете силу измерять. Если вот я поставлю эти полоски по кругу и начну быстро вращать вентилятор, то из-за инерционности все эти полосочки будут отклоняться на определенный угол. И вы говорите так. Ну вот равномерно распределилась сила. На самом деле, если я вентилятор остановлю, то он будет, так сказать, вот дуть на одну полоску. Остальные полоски не будут действовать. Но из-за статистического такого движения возникает ощущение, что, ну вот дарят равномерие. Но это просто из-за вращения. И вот когда, видите, начинаем его двигать, он меняется, и нету расширения вот этого вверх. И вот момент в углове видно, что когда шарик стоит, я его нажимаю, и он увеличивается вверх. А когда я начинаю его вращать, шарик, он уже вверх не будет. Почему? Много силу на зиг применить. Там не будет действовать эта вещь. Ну вот, смотрим разницу между теми формулами, которые получились. Я еще хочу сказать, что формулы получены математически. И многие вещи, вот так у себя так был, на семинаре, мне задавали, я не мог их сразу объяснить. Мне нужно было время, чтобы осмыслить. Почему? Ну мы работаем на пороге, как бы, современной физики. И даже на горизонт, ну, не всегда, ну, подможная ошибка, как говорится. Или требуется проработка, вот, более такая тщательная. Вот, смотрите, вот зона совпадения. Вот мы видим, как изменяется классический... Ну, я тут делаю разрыв, потому что здесь идет совпадение. Совпадение доходит до определенной величины, и мы видим падение вот массы. Вот это дельта, я назвал... Вот изменение заряда. Тоже мы видим заряд, совпадая с зоной совпадения с классической физикой. Но когда мы доходим до массы черной дыры, мы видим вот здесь падение. Но n, это здесь степень продвижения. Я записал вот 10 минус 1 на n на скорость света. То есть степень продвижения. Потому что здесь так трудно изобразить графически. Ну, для представления так легче, скажем так. И вот видим, что происходит здесь. Вот частичка. Она сжимается, сжимается, сжимается. Ну, R. Радиус сжимается, сжимается. Заходим до определенного состояния. И тут происходит, уже начинают происходить другие процессы. То есть в этой зоне происходит различие. То есть при приближении к массовой черной дыры происходят уже совсем другие процессы, которые не отписываются. Классические теории относительности. Там идут другие процессы. Ну, вот мы видим здесь вот загибание заряда. В результате заряд получается относительный. Видите, вот здесь падает. Вот эта зона, место различия, она отражает вот этот участок. Вот здесь заряд, можно описать как статистический. То есть вот он начинает вот так вращаться. И вот в эту зону, в эту зону, он, допустим, 10 раз стрельнул, а в эту 3. Потом здесь 20 раз стрельнул, а в эту 4. То есть происходит статистическое перераспределение. А доходя до вот этой части, мы видим поворот. То есть он как бы поворачивается. Вот этот поворот, ну, математика дает, и вот так, ну, повернулось, доповернулось. А как это объяснить физически? Вот физически это объясняется вот так. То есть он доходит, превращается вот в такую прямую линию, а дальше начинает загибаться. А вот этот загиб вызывает такое колебание. Ну, так флаг на ветру колеблется. Так флаг на ветру колеблется. Вот это колебание, вот этого заряда, вызывает вот это излучение, Томпсоновское. И вот тут мы должны наблюдать излучение, но излучение в эфире, или, проще говоря, в вакууме. Вот это то, что получилось. Вот это изменение времени я называл сигом, то есть прыжок. Потому что, ну, как, шарик, так сказать, уменьшается, уменьшается, вот, уменьшается, а потом, когда он встал, ну, в плоскость, он начинает его крутить, как вентилятор, и начинает такое завихрение. И вы, кстати, это можно проделать, если возьмете в воду, но в воду вы вентилятор, так сказать, не опустите, потому что он закоротит, но если возьмете дрель, такую, и в воде поставите как вентилятор, и начнете ее крутить, то вы заметите образование вот такой воронки. И с помощью ее вы можете уже щупать не вблизи, скажем так, вентилятора, а дальше. Потому что воронка будет упираться в более дальние зоны. То есть вы будете щупать уже не вентилятором, как бы, вот это, объекты, а носиком вот этой вот воронки. Продолжение следует...